Несмотря на то, что после переезда в США Меган Маркл, принца Гарри и их сына лишили многих королевских привилегий, одна из них все-таки останется. Это титулы сасекских, которые они получают при рождении. Так, Арчи Харрисон Маунтбертен Виндзор сразу стал седьмым в очереди наследия престола, и этого права он не может лишиться. Дочь герцога и герцогини Сасекских, которая родится предположительно осенью, также получит титул. В момент рождения она станет леди, так же, как и ее бабушка принцесса Диана, сообщает Woman and Home. До свадьбы с принцем Чарльзом она была леди Дианой. Вместе с титулом у девочки появятся некоторые королевские преференции, которые, впрочем, будут ей недоступны, если она не вернется в Великобританию. Полное имя наследницы принца Гарри будет звучать так – леди, затем ее имя, затем фамилия Маунтбертен Виндзор. Титула ее королевское высочество она не получит, равно как и Арчи. Кстати, недавно стало известно, кого из королевской семьи Меган Маркл обвинила в расизме. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл солгала в интервью о Прео Уинфри, рассказав, что не покидала дом во время пребывания в королевской семье, заявил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон. В беседе с американской телеведущей Маркл утверждала, что лишь дважды за четыре месяца покидала дворец, в котором жила с супругом. Кроме того, у нее отобрали паспорт и водительские права. Меган Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и была замечена вне дома с друзьями в ресторанах, несмотря на то, что она сказала Апре, что не выходила из дома, приводит слова Мортона Дейли Майл в пятницу 2 апреля. Мортон напомнил, что королевская чета неоднократно выезжала за рубеж, кроме того, в 2019 году Маркл на частном самолете прилетела в Нью-Йорк для празднования дня рождения. Также биограф отметил, что его друзья лично видели супругу британского принца, которая выходила из супермаркета с пакетами продуктов, направляясь обратно в Кенсингтонский дворец. Ранее, 14 марта, стало известно, что представители Букингемского дворца привлекли стороннюю юридическую фирму к расследованию жалоб от сотрудников королевского двора, которые касаются поведения супруги принца Гарри Меган Маркл. 11 марта принц Уильям отреагировал на скандальные интервью жены своего брата Меган Маркл, отметив, что расизма в королевской семье нет. 7 марта в интервью телеканалу CBS супруга британского принца рассказала, что у некоторых членов королевской семьи были опасения из-за цвета кожи, еще не родившегося на тот момент сына Арчи. Маркл не стала называть имен, чтобы не нанести серьезного ущерба, и добавила, что об этом ей рассказал ее супруг. В январе прошлого года герцог и герцогиня Сасекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Герцог Кембриджский имеет свои аргументы, чтобы ответить на обвинения брата и его жены, однако во всеуслышание озвучить их у него вряд ли получится. Принц Уильям с трудом сдерживается, чтобы открыто не ответить брату Гарри и его жене Меган Маркл на ряд обвинений, которые прозвучали из их уст во время интервью американской телеведущей Апрео Уинфри, пишет АС-магазин. Единственная причина, почему он этого не сделал, приказ королевы Елизаветы II, которая настаивает, что члены ее семьи должны решить эту проблему в частном порядке. Монарх уверена, что ответные действия только подольют масло в огонь и ухудшат ситуацию. Однако 38-летний герцог Кембриджский предпочел бы высказаться и защитить королевскую семью, после обвинений Гарри в расизме и утверждений, что Меган не получила никакой психологической поддержки, пока пара жила в Великобритании. По словам источника издания, Уильям также хочет озвучить свои аргументы, чтобы защитить Кейт Мидлтон от заявлений Маркла о том, что 39-летняя герцогиня заставила ее плакать из-за спора о платьях подружек невесты перед свадьбой. Как известно, последние несколько лет отношения между братьями серьезно испортились, и скандальное интервью все еще больше усугубило. Гарри утверждал, что Уильям попал в ловушку своих королевских обязанностей. «Мой брат не может покинуть эту систему. Я не могу говорить за него. Но с этими отношениями, этим контролем и страхом перед британскими таблоидами – это токсичная среда. Но я всегда буду рядом с ним. Я всегда буду рядом со своей семьей. И, как я уже сказал, я пытался помочь им увидеть, что произошло». Инсайдеры говорят, что Уильям и Кейт были в полном шоке, услышав то, что сказали Меган и Гарри. Будущий король якобы возмущен комментариями своего брата и абсолютно не поддерживает выступления против короны. В СМИ сообщают, что братья увидятся впервые больше, чем через год, 1 июня. В этот день в Кенсингтонском дворце состоится открытие памятника принцессе Диане. Пока ближний круг королевы хранит молчание, родственники Кейт и Меган не стесняются в комментариях в СМИ. Так, сводная сестра Маркл, Саманта, заявила, что если герцоги Сасикски не перестанут лгать, их ждет неизбежный развод. В свою очередь дядя Кейт Миддлтон Гэри Галдсмит заявил, что не верит ни одному слову американке, обвинившей его племянницу в том, что та довела ее до слез. Поклонники не могут забыть тайный поступок жены принца Уильяма Кейт Миддлтон. В сети осуждают герцогиню, якобы нарушившую все правила протокола разом. После появления Меган Маркл и принца Гарри на телевидении Миддлтон в неприметной куртке и без охраны посетила церемонию прощания с Сарой Иерард. Герцогиня принесла цветы к мемориалу жертвы полицейского и нечаянно попала в кадр одного из зевак, положившего начало ажиотажу в сети. Пользователи Твиттер обсуждают неожиданный поступок Миддлтон. Многие посчитали поведение фаворитки попыткой поднять рейтинг монаршей семьи в непростое время. Кто-то из фанатов также настаивает на том, что Миддлтон нарушила все предписания протокола, не предусматривающие тайные появления членов королевства на столь громких несанкционированных мероприятиях. Я давно не вижу искренности в ее поступках, без маски и дистанции. Так боялась, что никто не заметит. Она точно хотела, чтобы ее заметили и похвалили. Смешно, Кейт нарушает протокол и ничего, а Меган готовы съесть за ненадлежащий маникюр, прокомментировали в Твиттер. Интерес поклонников подогрела и сообщения источников о том, что Миддлтон готовится дать жесткий отпор Маркл. Ровно год назад принц Гарри и Меган Маркл по собственному желанию официально отказались от выполнения своих королевских обязанностей. Вскоре после Мигзита пара вместе с сыном Арчи переехала в США, где начала с нуля обустраивать свой новый быт. С тех пор, каких только слухов не появлялось в прессе. Одни поговаривали, что Гарри очень тяжело адаптируется к жизни в Лос-Анджелесе и сильно скучает по своим родным, а другие и вовсе утверждали, что в скором времени пара отправится на поклон к королеве Елизавете II, чтобы вернуться в Великобританию. Однако в недавней беседе с изданием Освикли, знакомый из близкого круга пара заявил, что Меган и Гарри ни капли не жалеют о принятых ими год назад решениях. По словам анонима, Гарри доволен своей жизнью с женой и сыном в Лос-Анджелесе и уж точно не собирается возвращаться на родину. У Гарри нет никаких сожалений по поводу их переезда. Он, напротив, чувствует себя освободившимся от оков и крайне взволнованным перед новой главой жизни. Свой переезд в США Гарри считает лучшим решением в своей жизни, рассказал источник. При этом аноним утверждает, что принц Гарри очень переживает по поводу своих натянутых отношений с родственниками. Еще больше ситуация обострилась после недавнего скандального интервью, которое пара дала Апрее Уинфри. Гарри считает сложившуюся ситуацию в его семье весьма прискорбной. При этом он говорит, что они с Меган не жалеют о переезде, для них все только начинается. Передал слова Гарри инсайдер. Напомним, сейчас Меган Маркл и принц Гарри находятся в счастливом ожидании второго ребенка. О скором пополнении в семье пара рассказала в день Святого Валентина. Дочка герцога и герцогини Сасекских должна появиться на свет уже в конце весны.